В которой мы сейчас находимся, это такая приватная тут обстановка, мы пока тут вдвоём, вот, но здесь находится вся Викина рабочая жизнь и чем она живёт. Я бы хотела вас познакомить, обязательно, обязательно, Люба, придём, хотела бы вас сегодня познакомить с миром Макраме и хотела узнать, кто у нас увлекается среди подписчиков в Макраме, вот. Мы могли бы вам показать какой-нибудь великолепный узел от Вики, точно, так что пишите, да, либо нам, либо Вике уже напрямую, вот. А сейчас я хотела бы вам, во-первых, показать работу, во-вторых, параллельно поговорить с Викой о том, как она дошла до жизни такой. Да, здесь очень интересно показать, я сейчас переверну камеру, это вот было важно, чтобы показать комнату, саму мастерскую. Вот, она вся очень светлая, с высоченными потолками, вот вход, и здесь начинается такая интересная жизнь. Здесь Вика плетёт, это её рабочее место, рабочий стол, здесь у неё ткацкий станок, настоящий, большой. Вика занимается Макраме и ткачеством, ещё вязание крючком. Здесь так много интересного, через камеру, конечно, это не понять, лучше приходите в гости, потому что это возможно. Здесь у неё лежит куча коряк, здесь у неё запасы ниток, из которых она вяжет, плетёт, творит одним словом. Здесь книжки для вдохновения, здесь книжки по Макраме, целой Библии. Вот, а здесь у неё прекрасная такая зона, не знаю, сухоцветы роскошные. Какие-то всё это самое, тут кружечки ручной работы. Здесь это младшая будущая творица, да, творила вместе с Викой. Здесь свечка горит, масло, здесь так невероятно приятно пахнет. Вот, здесь какие-то штучки уже. Это что такое, Вика? К чему ты готовишься? А это ткацкий храм. Я сейчас готовлю ткацкие рамы, это наклейка, здесь надо её снимать. Там надо, в общем, её вставлять и регулировать, когда вы натягиваете нити основой. Вот, я могу пример показать. Здесь уже готовый как бы набор. Вот. Так как у меня здесь... Кстати, Вика проводит очень много мастер-классов выездных. И на этих мастер-классах можно соткать вот такой вот, ну, к примеру, вот такие вот вещи, как гобеленчик, вот такой вот. Да, вот он висит здесь, гобеленчик. Да. Вот, это вам надо для того, чтобы понимать, где у вас какие ряды и как вы будете ткать. Как это легко оно делает, смотрите. Это на самом деле легко. Вверх-вниз, вверх-вниз. Да, потому что очень часто, когда начинаешь ткать, ты путаешься, какие... Вот видите? О, разъединяешь. Да, она как бы вы разъединяете. Потому что очень часто люди, по-первых, не понимают, как прокладывать ряды, и это облегчает вам жизнь. И еще этой штукой можно, кстати, немножко прибивать. Гобелен. Это вот ткацкий станок для создания, вот, например, такого гобелена. А деревяшечку потом, конечно, отдельно. Вот. Вика, скажи, это твоя нано-разработка же, правильно? Да. Я вообще заказывала эти рамы под заказ, под свой дизайн. Здесь вот, то есть, определенный размер должен быть. Почему я заказала такую раму, не дерево, а... Ну, чтобы не было перезалюсенцев, это оргстекло, и на ней очень удобно ткать. Можно подкладывать книги, там, например, корзинку, и спокойно за вечерами ткать. Да, или с собой даже взять. Он такой очень компактный, маленький. Путешествия с собой, в троезде где-нибудь. Это очень удобно. Угу, классно. А ты их, когда на мастер-класс, ты их потом забираешь? Да, да, нет. Вообще, на самом деле, на мастер-классе мы на них ткём. Но очень часто людям нравится это в такой степени ткать, что они просто либо покупают, либо потом ещё раз приходят на мастер-класс и пробуют себя и свои силы. Это он очень лёгкий, удобный. И он, кстати, в чём большое преимущество у оргстекла. Видите, я его могу погнуть, и с ним ничего не будет. То есть, он очень крепкий. Угу, ну да, с деревом такое не прокатит. Можно сесть и сломать. Да, так что это очень надёжно. Это вот так. На чём мы остановимся? Так, здесь у нас ещё есть какие-то заготовочки и индейская голова. Так, теперь ещё о работах. Вот, кстати, по поводу ткацких. Вика, покажи, пожалуйста, все свои вот работы, которые тут у тебя висят, в общем, с копом. Да, это гобелин. Он тоже ткётся на раме. Ну, не на такой, который я сейчас показывала, демонстрировала. Это была рама чуть побольше. Вот. То есть, это вот такой гобелин. Его можно вешать в доме. Он непривередлив. Вот. Стирать, конечно, не рекомендуется. Но уход элементарный, желателен. Допустим, даже вы можете его пылесосить. То есть, я проводила эксперимент на маленьком каком-нибудь режиме, который щадящий, не гипер-супер режим, а такие вещи можно пылесосить. Отлично. Вот. Покажи дальше. Ты творишь у нас же ещё ловцов снов. Да, у нас ещё есть, я ещё и макромет занимаюсь. Это вот здесь ловцы снов. Сейчас они очень популярны. Вот. То есть, это нестандартный ловец, потому что, это современный, я бы так назвать, современный ловец снов. Его можно вешать не только, вот раньше вешали, например, в детскую, да, или над головой во время, ну, то есть, не во время сна, а точнее, над головой в спальном месте. А такие ловцы можно сейчас декорировать абсолютно всё. Пространство своё какое-то там, лофт или... Да, на веранду бы повесить, да, в дом. На даче сейчас было бы очень актуально. Очень красиво. Недавно Вика оформляла свадьбу. Знаете, свадьбу как раз-таки тоже, где сидят жених и невеста сзади. Да-да-да, это панно. Это панно. Панно у нас было состояло из вот таких вот ловцов снов. Оно невероятно огромное. Ну, это вот то, что осталось в таком маленьком. Да. Совсем нетипичный, красивый такой. Да, он непривередлив. То есть, если даже вы повесите его где-то на даче, и будет дождик идти, с ним ничего не случится. Он не почернеет, не поражает. Ну, не должен, по крайней мере. То есть, здесь уже покрытие есть на самом кольце. Кольцо, кстати, можно использовать разные кольца. Можно и деревянные, можно и, кстати, вот пластиковые. У меня здесь металлические кольца. Это тоже идет панно. Вот эти панно, это мне вообще... Не представляю, вот как, насколько, вот что у тебя творилось в голове в этот момент. Сложно сказать. И когда начинаешь плести или ткать, ты просто отдаешься процессу, и что-то вот случается такое, что, в общем-то, создается в ткань. Смотрите, какая невероятность просто. Это же не просто... Это полет фантазии. Мысли. Кстати, это очень... Это вот я назову новой медитацией. Потому что, правда, когда вяжешь именно макраме, и когда отдаешься, то получаются и шедевральные вещи, и явно выгрузка просто эмоций. По-моему, здесь эта медуза. Часто мне говорят, что похоже на медузу. Да, да, я соглашусь с вами. Да, тоже. Вот этот мне очень тоже нравится. Да, вот это идет уже гобелин. Это также на тканьском станке. Здесь тоже полет фантазий. Смотрите, косы. Косы. Да, он очень... Это все, кстати, вяжется руками без приспособлений, да, дополнительно? Без всяких приспособлений. Только пальцы и нити основы на раме. Вот здесь коряги, кстати, я очень люблю вот эти все коряги. Коряга идет морская. Вот она такая вся морем выточенная. Да, слушайте, это очень... Кстати, вот Вика использует в основном экологичные очень материалы. То есть это натуральный хлопок, там целлюлоза, например, вот коряги, дерево или оргстекло, это уже переработанное там. Или вот эти вот... То есть тут пряжа. Да, я люблю, предпочитаю, конечно, хлопок тоже в том числе, но если мне попадаются вот такие какие-то необычные, да, вот я здесь думаю, наверное, может быть, я не знаю, люрекс какой-то или что это за пряжа, Настя, подскажи. Ну да, здесь как бы есть какая-то синтетика, но только вот в самом исключительном моменте для того, чтобы придать вот этот люрекс. Да, какой-то вот необычный объем или там красоту. Вот это тоже, покажи, это тоже совершенно необычно, абсолютно другой. Вот если их все сравнить, у Вики нет вообще похожих работ. Даже если она вяжет одну и ту же сумку, вы сами так же вяжете, наверное, и так же шьете. Ничего похожего нет. Это тоже идет макраме панно, здесь цветочки. Здесь еще не хватает парочку, я буду доделывать это панно. Вот, но в общем... Вообще, мне тоже так очень нравится. Смотрите, центр пустой, да, для того, чтобы чем-то его своим запомнить, запомнить своими мыслями, а снизу такие косы. Телефирные косы, да. Очень, кстати, такой гавайский немножко, да, Стив? На Гавайи поедет. Так, нам пишет, Евгения. Потрясающе, правда, жаль, что я не додумалась раньше подарить коллеге на день рождения именно мастер-класс по макраме. Все впереди. Потому что, кстати, вот здесь в Одинцово Вика тоже... Мы находимся вообще, вот чтобы вы понимали, мы находимся в пике. Это вот из там, через окошко увидите. Это Одинцово 1. Вот. И Вика здесь, вот в этом пространстве, будет проводить мастер-классы. Конечно, это все зависит от вместимости помещения. Но раз, два, три, четыре человека за этот стол точно сядет. Вот. Поэтому будем ждать. Обязательно подпишитесь на Вику, чтобы быть в курсе дел. Еще я хочу показать... Вика, не уходи. Хочу еще показать работы, которые мне просто нереально нравятся. Она здесь каждая. Ну, начнем. Давай покажи глаза вот эти вот. Это просто, это нечто. Да. Ну, глаза – это вот такой стиль, это рафия. Основа у этих глаз – это деревянный. Да. То есть я тоже доказывала здесь, чтобы мне изготовили определенный размер глазок. Вот. И вот рафия. Она также непривередлива. Вот к стенке приложи вот черный. И вот либо бежевую, либо черненькую. Смотрите, какая классная. Я выбрала два актуальных цвета. Это цвет песка и черный цвет. Для того, чтобы... Ну, то есть этот цвет ни к чему не обязывает. Это в интерьере он замечательно. Да. Ой, как уж он мне нравится. Эти глаза, эти прям вообще... Да, сзади есть такой потайной, такая петелечка, чтобы вы могли для удобства себе повесить на гвоздик или на крючок, что у вас вот... Что, в общем, и видите, она не видна даже. Угу. Вот. Так, а теперь покажи газетницу вон ту или ту. Да, пожалуйста, да. Сейчас я глаза уберу. Да. Так, это у нас идет, да, газетница. Либо письма сюда можно класть, журнал. Она вместительная. Можно даже небольшую книжку. Да, можно положить небольшую книжку даже. Если вы живете где-нибудь на даче, вот, пожалуйста, она удержит. Можно сюда сухоцветы положить. Кто-то вот, если увлекается, сухоцветы на циклочке какие-нибудь. Вика, приложи тоже к стенке, пожалуйста, чтобы наглядно мы видели, как это будет. Так, не мешает здесь это? Нет. Так, ну вот это где-то как-то так у вас выглядит. Это вот дома, если светлые стены. Ну, вообще, в принципе, любые стены. Даже не знаю, почему я просветлась. Здесь, конечно, это просто фотостудия сплошная. Но мне кажется, это будет на любой стене. Хоть на зеленый, хоть на желтый, дерево. Очень гармонично. А сам поднос, ну вот это или как оно, из чего он сделан? Да, это лоза, это бумага. То есть сейчас современные, тот, кто плетет, они плетут из бумаги, специальной лозы. В общем, это бумага. Очень красиво. Очень интересно. И вот такой один еще есть тоже. Поменьше. Поменьше чуть-чуть, да. А здесь, вы если как заметили, здесь идет, получается, контраст темный-светлый. И здесь также, получается, темный-светлый цвета. Вот. Очень. Мне вот эти так и не нравятся вообще. Потрясная работа. То есть все-таки уберем. Да, надо подвинуть. Ой, посмотрите, какая красота. Мне кажется, даже вот сейчас мне пришла идея, если это будет висеть где-то в детской, то сюда можно, например, положить тоже какую-нибудь игрушку. Угу. Угу. В общем, сзади вот так вот он весь. Он очень крепкий и плетение, то есть крепко. И сам узор, ничего-то не отвалится. Ну, если, конечно, с годами, с веками. Угу. Для чего, Анислав? Это вот мы показывали. Можно книжку, можно журнал, можно газетку. И больше для декора, конечно же. В доме. Письма. Письма. Щита. Да. Или что-то такое вот. Входная группа, когда обычно входишь в дом. Там, вот тут вот, например, повесить рядом с ключами. Можно ключи, не знаю, там. Ключи, только сюда, в дырочки. Да, можно как-то пофантазировать, друг другу письма писать. Да, точно. Любимым. Так, а дальше вот Вика славится еще, конечно же, своими авоськами. Всякими разными. Вот. Авоську Вика, да, макраме именно. Авоськи я люблю, да. Да. Потому что это очень удобная вещь. Надо для демонстрации. Я что-нибудь сюда пару ниток накидаю. Своих. Да, пошла ты в магазин пряжи. О, да. В эксамит пошла. Ну, мне надо тогда мешок целый брать. Да, и вот сюда, пожалуйста. Накидала. Накидала пряжи. Вот. Очень удобно. Можно и вот так. Вика, ты мастер. Тебе слава передает. Спасибо большое. Вообще, это очень удобная вещь. А еще под такую овощечку можно, например, какой-нибудь мешочек или кладчик. Внутрь, да. И уже будет, например, не повседневная сумочка, а вечерняя. Вот. Так. Ты показывай дальше. А я... Ну, вот ты просто показывай. А я хочу тебя спросить как раз-таки вот по поводу мастера. Я хочу вам открыть такую небольшую тайну. Вика занимается макраме сколько лет? Четыре года. Четыре года. Это хобби появилось с рождения ребенка, да? Она начала... Проявила свои ростки и начала расти вместе с дочкой. Да, макраме декрета, да. Вот она. Я поняла, что уже меня внутренне переполняет, и что я не могу уже заниматься тем, чем я занималась, своим образованием. И мне захотелось уйти в творчество. Поэтому я ушла в творчество. С головой. На секундочку. Вика была в прошлом переводчик. В совершенстве знает итальянский и английский язык. Вот человек с невероятно хорошей работой не побоялся и пришел, смотрите, к чему? Пришел к своей мастерской. Пока маленькой, пусть крошечной. Мастерская у тебя работает... Вот сколько вот? Сейчас... Сколько по времени она работает? Да. Сейчас третий месяц пошел. Третий месяц. До этого, то есть, я все мастерила и творила у себя дома. Но я поняла в какой-то момент, что надо уже... Расти. Да. Вика тут помимо вот того, что она вяжет, она еще свою атмосферу создает, задает. Он плафон связала. Если кому, кстати, нужно оформить вот такой вот, Вика тоже этим занимается. Я хочу сказать, что Вика продвинулась очень в этом именно направлении макраме. Это значит, что человек нашел свой путь. Это очень круто. Я не побоялась. Я очень вдохновлена и рада за человека, который не побоялся и сделал дело. Своего хобби, ну, как бы свое хобби превратил в дело. И я призываю вас тоже, дорогие наши зрители, не бояться, а делать, да, и от души. Я тоже призываю. От души, чтобы продолжать показывать свои красоты тут. Ну что, здесь, если коснуться немножечко вязания, здесь у меня есть вот такие вот шоперы. Сейчас они очень актуальны. Вот. Накинь на себя. Пожалуйста. Так, ну, надо сюда что-нибудь положить для объема. Угу, книжки, книжки. Они... О, да, кстати, я люблю книжки разные, всякие. Евгения, если... Вот, да, пишет нам Вика, это потрясающе мотивирующая история. В последнее время я постоянно сталкиваюсь с такими историями и радуюсь. Я вот тоже, я с вами полностью разделяю эти эмоции, потому что я именно радуюсь за каждого человека, который был у нас в виде покупателя, а потом стал другом, открыл свою мастерскую и продолжает творить. Вика, кстати, тут отвлекусь. Да. Устроила буккроссинг. Да. Поэтому она вот ждет просто всех в гости, хотя бы зайти на экскурсию и книжечку прихватить. Обязательно. Тут книжки о психологии, там вот дальше посмотрели, про мам и про макрамы еще. Да, и я сейчас в последнее время стала еще туда класть книги, которые, допустим, уже для меня не актуальны, но связаны с руководством. С рукодилием, да. Да, и я обещаю принести пока. Я выхватила сегодня вот такую вот книгу. Дальше здоровье. Да, ничего не принесла взамен, но принесу. Дальше мне вот интересно, там у тебя, во-первых, я там очень люблю с лозой. Господи, тут каждую работу, она... Да, пожалуйста, здесь вот еще... Адрес, пиши свой адрес уже, давай, рассказай. Здесь с лозой, например, еще связана вот корзинка. В корзинке можно носить фрукты, допустим, бутылочку вина, или там за молоком ходить, предположим. Да. Вот, это тоже очень-очень удобная вещь, и она очень как бы устойчивая. Здесь вот мы проверяли, даже клали сюда фрукты, она крепкая. Очень красивая. Для пикника, для фотосессии, это вообще прям... У тебя здесь адрес Каштаново или... Рябиновое. А, Рябиновое, да. Рябиновое улице? Да. Один. Это, знаете, это Пик. Вот, я тут покажу за кошкой. Это Пик, это Внуково 1. Вот, это наше один соу, ну, как бы, 10 минут от станции, от нашего магазина. Ориентируйтесь. Тут от магазина недолго. Вот, Вики, прям пишите, она... Вот, я уверена, что этот человек с удовольствием примет любого. Посмотрите, как она милая тут, нас всех встречает. Просто тут каждая деталь, вот, хочется смотреть и смотреть. Вот эти вот корзинки, я так понимаю, для дома, да? Да, это корзинки, как органайзеры для дома. Это тоже вязаные крючком. Их можно вот так вот подворачивать. Вот так вот, да, например, делать. Вот. Да, и складывать сюда всякую мелочь. Утворь, полотенчики, например. Вот. Можно подвешивать эту корзинку. Вот. Можно вот так вот ее. Большой плюс в этой корзинке то, что ее можно стирать. И она не сядет. Угу. Вот. Так что, вот такие дела. Так. Теперь вот там вот гобелен. Да, это гобелен. Ты все верно, ты уже видишь, разбираешься. На барашку похоже. Вот. Это гобелен. Такой милый. У меня был эксперимент. Я экспериментировала с джутом. Угу. Вот. Это шерсть. Здесь вот идет шерсть. А вот здесь джут. Ну, здесь такие еще золотистые штучки. Это тоже можно, кстати, на такой раме, который вам показывала, соткать себе. Угу. Это один из вариантов, как можно оформить гобелен. Нереально классно. Блин, знаешь, у меня дома есть, короче, нет, у меня есть вот из такого дерева подставка, как бы, в общем, просто такая вот деревяшка. А на ней выпилили, короче, ежика. А-а-а. И вот он такой. Так я потом сфоткаю. Вот он прям, они должны дружить. Да. Мне надо будет куда-то это... Мне нужен будет этот гобелен. Слава, спасибо тебе, дорогой. Вот. Так что такие дела. Да, эти корзинки, правда, они вот не теряют своей актуальности, потому что они, правда, удобные. Вот, например, на кроватку, на детскую повесить там. Очень удобно. Все под рукой. Или вот возле пеленального столика. Вот даже там памперсы, вот эта присыпка, что там еще нужно. Это, кстати, очень классный подарок для у кого родились там. Например, у подружек, если родился кто-то, можно подарить вот такую вот штучку. Они примут с благодарностью. Или своим, конечно же. Кто? А потом, кстати, можно все эти корзинки применять для себя. Вот, да. Это же можно в ванну поставить, если их можно стирать. Вот в ванну ставите, и там вот кисточки для макияжа, например, или вот сделать здесь, сюда поставить. И полотенечки, и там органайзер, там, для ватных палочек, там, что-то. Ну да, да. Так, тут я накопалась вот на вот это. Это на стол. Прям клади на стол. Да, это салфетница, да. Сейчас пока что-то таких. Сейчас вот. Смотрите, какая красота. Какую-нибудь, давай, тарелочку положим сюда. Угу, угу. Допустим, до примера. Это же вот. Это хлопок, хлопковый шнур. Вот, допустим, вот вы. Вот. Представляете? Как-то так, как красиво, да? Да. Вот уютно. Уютно прям, да, сразу становится с этим. Салфетку тоже можно стирать. Ее можно гладить. Она будет выпрямляться. Здесь сейчас она, ну так, по форме такой вообще. Можно, видите, с ней ничего не будет. Она не деформируется. Вот. Ну, в общем. Очень здорово. Так. Что тут еще у тебя? А, вот эти авоськи ты не показала. И вот эту вот классную сумочку. Да. А, вот. Смотрите, еще по поводу... Хотела тоже поговорить. Вот вообще такой вопрос. Я не знаю, удобный он или неудобный, Вик. Не знаю, не предупреждала, что это задам или нет. Вот с коммерческой точки зрения. Мы вот как бы... Я-то понимаю, что духовно хочется развиваться ее интересно. А вот скажи, пожалуйста, вот для вдохновения это все интересно. А вообще этим зарабатывать можно. Ну, как бы не в том смысле, что там... Я понимаю, что на хлеб с маслом тебе явно хватает, раз ты позволила себе снять даже помещение. Вот мне просто интересно, насколько можно приоткрыть занавесу вот коммерческой тайны. Ну, чтобы тебя ни в коем случае не поставить в неудобное положение. Потому что прежде, чем прийти к мастерской и создать вообще свою мастерскую, я все это дело прорабатывала. То есть я к этому шла не один год. И я начала понимать, что людям в первую очередь нужно что-то функциональное. Такого рода как авоськи, корзинки. Такие вещи всегда, то есть, нужны под рукой. Поэтому не секрет, это все окупается, это все как бы... Я пользуюсь всегда хорошими, качественными материалами. Да, вот это я вижу. Да, в основном я предпочитаю и люблю хлопок. Потому что если выбирать шерсть, надо уточнять у человека, есть ли у него... Аллергия, да, это важно. Я могу иногда заменить на какую-то другую пряжу, чтобы не было аллергии. Ну, а если в общем брать, то, конечно, да, окупается. То есть ты не на шее у мужа сидишь, да? Нет, конечно. Я к этому ушла. Свободно. Мне просто интересно, человек с очень хорошей должности обычно иногда боится уйти именно в финансовую яму. Или же, например, не хочет быть зависимым даже хоть какое-то малейшее время. Не хочет быть зависимым, потому что у нас современный мир, мы как бы хотим сами что-то зарабатывать, чтобы в дальнейшем самореализовываться и прочее, прочее, прочее. И вот мне интересно, вот такой вот своего рода бизнес может ли тебя держать на хорошем плаву? Ну, в смысле, что у тебя ребенок маленький. Да, да. Ну, как объяснить? Пока что я к этому стремлюсь, чтобы у меня был стабильный хороший заработок, и чтобы вообще мои работы продавались, узнавались и так далее. Да. Ну, если хорошенечко выстараться, то можно. Вот, девочки, мальчики, слушайте, пожалуйста. Потому что это очень важно, потому что одно дело, это классно, когда в творчестве, а другое дело, если это еще имеет коммерческий успех, это очень-очень классно. Мы, Вики, все поможем. И потом я хочу добавить от себя немножечко, что сейчас люди устали, на самом деле, от некачественного какого-то продукта, устали от повседневности, в смысле, что у всех все похоже, одинаково. И очень часто люди хотят что-то эксклюзивное, что-то свое. Да. Решеную работу, сделанную с теплом, там, с хорошими материалами и так далее. Я прям кричу сейчас с тобой. Это очень актуально, и если кто-то решит или решается, не надо отчаиваться, надо в себя верить и идти, и стремиться, и повышать качество своей ручной работы. Да. В общем, не сдаваться. Да. Вот по поводу, кстати, вот этой вот оргсунки, это оргстекло, тучки. Да, оргстекло. Это тоже, да, оргстекло. Это тоже по моему заказу. Вообще мы хотели сделать их круглыми, вот. Но я так понимаю, там технически что-то машина сама не вырезает, потому что вокруг, да. Вот, и мы решили обыграть, сделать так. Я покажу, что это не режет пальцы. Она абсолютно... Настя, ты можешь сама попробовать подержать. Посмотрите, как тебе. Да, это очень удобно. А еще, мне кажется, она нереально стильной. Прям вот я бы вот в ресторан вечером прогуляться по Москве, туда кинуть какую-нибудь свою, например, ну, настоящую, ну, то есть кожаную, например, сумку кинуть. Или же даже так. Очень классно. Кстати, Вик, вот сколько такая вот стоит авоська у тебя здесь? Такая авоська стоит 1600 рублей. Вы слышите эту цену для сумок? Я ее делала разных цветов. Это единственная, которая сейчас осталась. Да, была желтая, серая, невероятно. У меня еще была бледно-розовая и бирюзовая. Вот осталась пока что такая одна. Берем все. Я подружки брала. Не знаю, сейчас фотки мне тут есть, нету. Брала недавно подружки, вам выкладывала белую. А тебя есть белая или тоже нет? Сейчас нет. Вот я же говорю, они разлетаются, как горячие пирожки. Вот, правильно. Потому что у меня подружка с диким... Вот я вот эту вот брала. Вот она. Вот такую вот авоську я брала, видите, с такими ручками плетеными. Да, там плетеная. Это тоже хлопок. Я могу просто даже сами материал показать. То, что это плетется и покупается, где попало, в общем, очень хороший хлопковый шнур. И из него вот я плету авоськи. Так что сейчас закончились, будут позже. Ты давай-ка уж, делай, пожалуйста. Ты не это, не расслабляйся. Покажи, пожалуйста, еще вот это вот мне очень нравится. Она по цветовым сочетаниям. Твоя дизайнерская задумка. Да, это тоже хлопок полностью. То есть здесь нет вообще даже ни синтетики, абсолютно ни шерсти, ничего. Это плетеная, вязаная, точнее, я уже все. Вот. Это такая тоже шоппер, сумка-шоппер. Для, чтобы тогда такое положительное, для повседневных каких-то своих забот, дел. Она тоже очень крепкая, устойчивая. А еще мне нравится, что вот тут вот невероятно, правда, такие буйствовые красок. Такие, она прям летняя. Мне кажется, она, кстати, как вот кто там счастливый едет в отпуск. Да, она вот. Для полотенечка там, например, взять с тобой. А если не хочется такую большую, ее можно легко, кстати, в клатч сложить, да? Да, вот так ее раз, и вот пошел. Да. Какая красота под джинсы. Пожалуйста. Сколько она стоит? Такая стоит две тысячи. Две тысячи рублей. Посмотрите, сколько здесь работает. Здесь крючком вязали. Тридцать три дня. Ну, я бы столько вязала. Да. Классная. Она такая плотная, хорошенькая. Прям приятная. На ней спать еще. Плюс с другой стороны, если вам, например, сейчас такие же швы тоже в моде. Вот. Если так захотите, можете ее перевернуть на ту сторону. То есть она идет, видите, с двух сторон. Просто она очень аккуратно выполнена. Это очень классно. Это очень здорово. Вот. Это здорово, Вика. Я очень рада. Я знаю, что... А теперь хочу показать. Вот на примере работ я вообще к Вике тоже не просто так пришла. Не только книжку взяла. А еще мы планируем с Викой сегодня новую работу, с которой, кстати, я 22-го часа пойду на вечеринку. Везде буду рассказывать про тебя, Вик. В общем, я увидела... У кого-то я увидела это в прошлом году. То ли у... Ну, в общем, какой-то иностранной девочке. Я увидела авоську такую. А потом я эти авоськи с этими корзинами увидела у Вики. Я чуть ли не упала в обморок. И наконец-то исполнится моя мечта благодаря Вике. У меня будет такая сумка. Мы ее... Я еще и сама свяжу. Вот Вика вяжет вот ее. У нее еще не закончен верх. В процессе. В процессе. Она еще не знает, как это будет выглядеть. Ну вот, смотрите. Это будет торба. Это будет торба. Возьми ее, как бы вот это покажи. Мы еще сейчас не закончили. Я ее, точнее, не закончила. Здесь вот будут ручки. Ну, мы визуально представим, что это будут ручки. Вот. Я уже не могу с этого. Это такая классная вещь. Если так ее охватить. Будут две ручки с этой стороны и с той. Это нужно для того, чтобы вот было удобно открывать. Сюда что-то класть. Можно сюда сумочку. Можно мешочек. Мешок сделаем, да. Мешочек и вот здесь у меня там, правда... Ну вот, вообще, я вязаю витку сейчас плиту для этой корзинки, поэтому она у меня вот как бы притык. Можно делать чуть свободнее. Можно по самой корзинке, как вот, собственно, я. Вот. В общем, так это все дело выглядит. Но вообще она съемная. То есть ее можно снимать, менять цвет. Да, кстати. Если 2-3 цвета сплести, там, что? Жирную, коричневую, серую, какую-нибудь или белую. Можно так вот менять. Да. Вот. А корзина вот выглядит вот так. Вот эта заготовка. Единственное, что есть у нас. И мы ее сейчас будем оплетать. И у нас есть даже время, чтобы Вика могла показать, как это все начинается. Что мне нужно утипать? Тебе нужно взять твой шнур. Да. Шнур можно использовать разный. И хлопок в том числе. Вот. У меня здесь, кстати, полиэфирный шнур. Да. И что не стоит бояться. Его можно стирать. С ним ничего не будет. Единственное, то, что он на концах вот так вот немножечко бахромится. Но это всегда можно сделать вот такой удилочек. Либо поджечь. Подпалить, да. Подпалить немножко. И все. И плетется она прям замечательно. Угу. Вот. На такую сумочку нужно приблизительно... У меня здесь одна бобина. Была тоже такая вот. Устала здесь остаточки. А сюда понадобится одна такая бобина. И, собственно, вот можем начать. Одна бобина. Да, начинаем мы со дна. То есть мы плетем снизу. Да. Вот таким узором. И наращиваем вот так вот ряды. Потом делаем ручки. Закрепляем. И сумочка готова. Угу. Сейчас у меня просто здесь иголочки. Для того, чтобы она не болталась. Да, конечно. Вот. А на самом деле, в общем, если их снять, она уже можно... Она съемная. Угу. Вот такая сумочка. Так, как с этого чего начать? Вот у вас перед вами материал, и вы в шоке не знаете, что делать. Да. На такую сумочку приблизительно нужна одна бобина и полтора метра на одну нитку, веревочку. То есть здесь у меня идет десять, девять таких штук. А мы сделаем десять. Да, мы сделаем десять. Вот. По полтора метра на каждую из них. Угу. Так, как это делается? Ну, вот наша бобина. Угу. И мы начинаем отматывать. Она может... Давайте так вот мы в корзиночку положим ее. Вот. Ну, я где-то приблизительно мере по руке. По руке. Угу. Угу. Вот. И отрезаем. Угу. Я заранее делаю такой вот, чтобы она не сыпалась, ничего не было с ней. Угу. Вот. Потом можно будет это все распутать, все эти узелочки, и спокойно дальше плести. Так, и таких заготовок нам надо будет сделать десять штук. Угу. Потихонечку так вот, в общем, мы делаем. Отматываем. Ну, я в две руки делаю так вот. Угу. Здесь где-то, может, два метра выходит. Угу. Ну, где-то так. Лишним не будет. Если даже что-то у вас останется, всегда можете себе сплести брелочек. Угу. Вот. Так, а брелков у тебя нет сейчас? Сейчас нету. Тоже. Ой. Все разлетается, как горячие пирожки. Ну, это слава богу. Да, вот. Из макрамы нужно, на самом деле, делать все, что угодно. Вот вы сейчас видели и скатерти, и корзинки, и вот сумочку. Я недавно, ну, это не макрама, конечно, сумка. Плела сумку для бутылки. Бутылки? А как ты ее? Ты крючком? Крючком, да. А-а-а. Это сумка для бутылок. У меня есть вот, что я продемонстрирую. Для термоса. Она немножечко не стандартная, такая квадратная, да, я просто покажу, чтобы как ее носить. Например, молоко даже можно. Да, вот термос, вот, например, да, пристание. Термос, да. Так вот можно ее носить. Ну, просто она здесь специальная такая вот длина ручки, чтобы она по полу не... И вот можно ее вот так вот. Угу. Угу. Очень удобно. Да. Не будет она мешаться. Угу. Так что вот... Отличная идея. Сюда можно даже батон положить. Ага, багет. Да. Вкуснюши. Ой, красота. Света, ощущение у тебя такое прям приятное. Да, моской. Не, вообще, я про твое вот внутреннее такое нежное. И инстаграм, кстати, у Вики тоже. Ну, вот посмотрите, у нее тоже очень-очень такой нежный, приятный взгляд. Пока Вика тут отматывает. Мотает. Это я пришла на мастер-класс называется. Вика все делает, я разглядываю. Я вам еще раз напоказываю эту красоту. Если вам работы какие-то понравились, тоже это все Вике, пожалуйста, пишите. Говорите, какая она молодец. Спасибо большое. А вот еще у меня есть органайзеры. Здесь вот на подоконнике лежат. Ну, такой я еще не закончила, пуговки не пришила. Да, вот эти вот прикольные такие органайзеры. Как раз таки тоже повесит. Я очень часто спрашиваю, а куда их можно применить после детей? Ну, то есть, допустим, дети выросли уже. Ну, да. Вот. Их всегда можно использовать как корзинку, например, для цветов. Угу. Корзинку для полотенец в ванной. Да. А вот смотрите, а если, например, у вас какая-то дома для шитья, зона, ну, стол условно, саше, оно всегда имело актуальность быть. То есть, сюда можно и ножницы складывать, линейки, лекала, нитки. Там, что у нас еще? Журналы. Журналы, выкройки даже можно, да, свернуть и выкройки. Кстати, вот в этих корзинках тоже выкройки, если храните трубочками, то тоже очень удобно. Вот так вот. Да. Можно побольше, конечно, связать. Вот такое вот ведро себе связать. Огромное. Вот смотрите, да, вот у Вики тоже оно все, она сама все делает, еще сама все это использует. Вот, например, у нее корзинка из джута, да, тут вот внутри, правда, канат пошире, а здесь обвязано оно все. Под что? Под свои же ниточки. Да. Ну, вот. Это очень хорошо, это очень красиво, очень гармонично. Вот я говорю, вот эти вот коряги. Коряги, да. Да. Что-нибудь, кстати, интересно, когда ты живешь творчеством, то ты везде находишь и вдохновение, и в то же время тебе все надо. Вика ходит по лесу, а ей там все надо. Она не гуляет, она заряжается. Вот. Из этого, кстати, вот эти вот лепесточки такие классные, которые расчесанные, получается. Я тоже хочу сделать. А, вот мне еще, знаете, как что нравится? Потом такое тоже сделаю. Это банка обвязана трехлитровая, и получилась такая ваза. Посмотрите, это, господи, цена этому, ну, точнее, да, себестоимость. Ну, сколько тут, полмоточка вот этого, да? Сто рублей, а какая красота. Ну, и банку трехлитровую у бабушки отжать. И какая красивая. Вот, да, красивая. Хлопок у нас в магазине. Да, хлопок. А еще можно там приделать ручки и повесить на ручке. Да. Это очень классно. Очень здорово. Вот тут вот фотографии. Рыточки, да, свои. Я посмотрю. Красиво. Тоже очень красиво. Вот снимки прям красивые. Красота. Тут вот горностай. А, вот Викинг, кстати, вот абажур вот этот вот. Жалко очень, что я его вживую не видела. Я видела только на картинках и в Инстаграме. Мне так понравился тоже цвет. Это класс. Это сочетать бежевый с этим розовым, зеленым. Это очень красиво. И потом я его чесала вот этой вот колотушкой. Ну, не колотушкой, а это вот для собак. Ага. Это было просто дурдом какой-то. Да. Потому что там большой был абажур. Очень большой. И он сейчас где висит? Он висит в одном... Я участвовала в программе Фазэнда. Фазэнда. Да. Слышите? И там, в общем, делали проект. Ой, очень красиво. Кухня-гостиная. Угу. Вот он висит в кухне. Такой абажур. Угу. Очень здорово. Вот вы спрашивали, под что можно вот эти вот штучки, да, видите? Журналы, цветочки. Так даже вот для своей, кстати, вот если вы занимаетесь хендмейдом, у вас же есть тоже вот типа вот таких карточек или... Ну, в общем, у нас все есть такое для упаковки своего товара. Вот его можно, кстати, хранить вот так красиво. Вот либо в этой корзинке, либо еще где-нибудь. Это очень-очень-очень здорово. Потому что упаковка шестовара имеет большое значение. Очень приятно, вот когда ты приобрел что-то хендмейд, к нему получить еще красивую упаковку. Если еще какой-нибудь малюсенький подарок положить, так это вообще просто я таю. Вот это как Вика творит. Вот. Это ты фотостудия, да, ты там где вела у них красиво? Да, да. Красиво. Фотостудия там осенью, скорее всего, мы опять возобновим свои мастер-классы. Вот, слышите, мастер-классы будут у Вики по осени. Сейчас было лето. Угу. Ну да, не до этого. И, в общем, осень все восстановлено. Угу. Да. К Вике и к нам в магазин приходила несколько раз, проводила мастер-классы по авоське. Авоську мы плели и еще кашпо. И радугу. Да, и радугу, вот, с детьми. Это было, кстати, очень классно. У нас все изделия есть. Вот. Поэтому, может быть, уговорим Вику, если она найдет для нас. Немножко времени придет и к нам. Главное, чтобы народ собрался. Пока мы... Я болталась там где-то. Вика тут наделала уже какую-то кучку. Ну, ты считаешь? Да, в конце. Я для удобства сюда положила. Угу. Вот. Шпагат огромный. Вика еще оформляла глэмпинги тут. Под Тверью? Под Тверью, да? Да, Тверская область. Ага. Леночка. Тебе рано показать? Давай я тебе достану. Покажи, покажи. Интересно, что же там. А я сейчас, правда, на ней пока что не ткую. Это какой-то твое, прям, драгоценный инструмент, да? Это ткацкий станок. Настоящий? Да, давай я тебе его сюда поставлю. Это настоящий ткацкий станок, правда. Создан из Бука. Вот. Из Бука. Да. На нем можно... Здесь у меня идет 60 сантиметров станок. Я здесь как раз таки вот стол... Под него подгоняла, чтобы он подходил под размерами. Под шириной струбиц, чтобы можно было закреплять. Потому что когда ты ткешь, станок ходит в ходу ноль. Что ты называла струбицей? Струбицей. Так. Сейчас покажу. Вожечки. К этому жизни она еще не готова. Так. Это вот. Когда вы ткете, вам нужно крепить все это дело на стол. Да. Чтобы он не ходил к ходу ноль. Струбицейский, короче. Ну, кто-то у нас... Да. Ну, в общем, вот. Вот так вы крепите. Так. С двух сторон. С этой и с этой стороны. Да. Чтобы он не ходил. И начинаете ткать. Это называется бердо. Вот. Это нити основы. Угу. Через эти нити основы, через... Называется уток. Да. Вы тонизываете... В общем, как... Смотрите тоже. Как создается ткань. Так же самое. Да. Есть нитка утка. И есть... Я просто сейчас... Что ты тянешь? Я просто покажу пример. Угу. Потому что... Вот. И вот так вот вы бердом... Угу. Бердом. Расчесывает он вот эти нитки. Так. А здесь... Придеваете. А теперь ты обратно будешь тянут? А теперь я через эту... Вот эти ниточки вниз. Как ты это делала? Господи. Давай помогу. Здесь еще можно работать инструментом. Ага. Ну, иголка, например, да? Например? Да, я привыкла так. Мне нравится так. Угу. Так дело быстрее идет. Вот. И так же опять берете это бердо и набиваете. Вот. Ой, как классно. Нужно два раза не бояться. И вот так вот его наверх вешаете. Ага. Вот здесь вот. Вот. И вот так вот... И создается таким образом тянутся. Я здесь сейчас, сейчас конкретно ничего не ткну. Я только смотрела, как видят себя тайный материал. Шерсть, синтетика, такая вот вяленая пряжа. Я просто смотрю, экспериментирую. Угу. Но скоро, конечно, я начну делать из него шарфики. Планирую делать шарфики. В таком стенке можно делать... Ковры. Ковры скатерти. Ковры скатерти, да. Шарфы. Угу. Пусочки ткани. Да. У чего-то, например, там, на одежду нашивать. Аппликации, да. Конечно, всё что угодно. Очень интересно. Вот. Я взяла себе станок 60 сантиметров, потому что мне нужно было его устанавливать на стол. А вообще существует ещё, ну, чуть больше. И плюс для такого станка нужны специальные ножки. Угу. Ну, это уже профессиональное оборудование целое. Но я здесь его взяла чистого для стола. Угу. Отвлеклись. Всё. Это невозможно было не показать. Да. Вот. Уберу пока станочек. Угу. Вот. Ещё есть у меня... Я могу показать тебе, какие есть станки, если кто-то дома захочет сам подкать. Угу. Из чего можно смастерить себе станок? Это вот обычная рама. Так, это вот есть обычная рама, которую можно сколотить подручными средствами. Ну, да. Купить себе такие вот обычные деревянные балки. Ага. Ну, только берите крупные. Здесь продумент стоит. Берите себе крупные балки, потому что иначе будет проседать, когда вы нитки натянуете. Ага. Я в своё время покупала тоже настольный станок. Вот он у меня такой. Сейчас я не помню сколько там, 80 или 70 сантиметров. Тоже тут ниточки натягиваешь. Да, если натягиваешь нитки и можешь даже сидя, сидеть где-то, да, на стуле или на диване. Ага. И ткать сюда так, ряд за рядом. И вот получается такой панно. Ага. Очень интересно. Это делают уже профессионалы. Видите, здесь они такие вот. Адаптивные. Такие. Да. Просто когда мне не хватало чуть-чуть ширины, я себе сделала такую раму складывать. Ага. А когда я уже поняла, что надо что-то большее, я уже, конечно, заказала себе. Хитра, хитра. Рам побольше это на бердо. Ага. Нет. Так, ладно, мы отвлеклись. Так, да, у нас осталось с тобой 10 минут, потом дальше, чтобы сохранить прямой эфир, чтобы все посмотрели, побывали у тебя тут в мастерской. Давай я сначала покажу, в общем, начать процесс. Вот, в общем, мы с вами начинаем сверху, как я уже повторялась. Берем нашу ниточку. Так, сейчас. Берем, точнее, две ниточки. И делаем такую полупетелечку, да, как бы вот полукруг. Видите? Вот, и начинаем все наши ниточки, какие у нас есть, просто наверх нанизывать. Так, сейчас я попробую иголочкой закрепить, чтобы она у нас не болталась. Так. Ничего с корзинкой не будет. Угу. Сейчас. Крепим. Вот, и начинаем. Либо делаем снизу вверх, да, либо сверху вниз. Смотря какой узор вы хотите. Угу. Если вы хотите, чтобы у вас были вот эти вот петелечки, да, тогда вам надо будет сверху, вот так вот, вниз. И вот так вот пронизываем. Угу. Пронизываем. И вот у нас, видите, петелечка образовалась? Первая. И так вот мы с вами делаем... Десять. Да. Не десять, а получается, если десять, по две. По две на одну такую штучку. Это сколько у нас выйдет? Больше. Двадцать? Да. Вот, получается двадцать штучек. Угу. Вот, как мы вот это все соберем, дальше начинаем плести. Плести квадратный узел. Так. Так, может быть, я сначала покажу хотя бы, как плести квадратный узел. Ты покажи квадратный узел, да, и на этом мы закончим. Все придут к тебе в гости, и ты сама их тут научишь. Так. Сейчас я приду к тебе туда. Тут, да, мы, кстати, были с Викой тоже на мастер-классе в библиотеке, научили квадратным узлам всех. Вика научила. И даже деток. Угу. Очень занимательно. Так. Так что нужно, прошу вас следить. Да. Для квадратного узла нам нужно две такие нитки. Итого четыре. Сейчас я здесь закреплю. Как это все делается? Вот это у нас рабочие ниточки, эти основные, да. Представим, что это ручки, а это ножки. И оплетаем их. Вот так. Я буду медленно показывать. Захватываем нижние, вот так вот. Наверх. И затягиваем. Это один полуквадрат. Начинали мы с левой стороны и продолжаем на правую. Теперь переключаемся на правую сторону. Так вот. Захватываем. Угу. Вытягиваем. Вот получился у нас с вами квадратный узел. И теперь снова справа, да? И слева. Ага, слева. Да, да. Да, да. Да, да. Вот если мы плетем дальше, то опять-таки вот с левой стороны. Угу. Только между промежу. Только мы оставляем расстояние между ними. То есть, чтобы связать всю вот эту корзинку, по идее, ну вот до сюда, да, до момента ручек, нам нужно пользоваться вот этим вот примером, как вязать квадратный узел. Да. Раскрой секрет. Если квадратный узел вязать все время в одно направление, то получится спиралька вот такая вот. Спиралька, да. Вот она. Это тот же самый квадратный узел, только все время вязать, допустим, налево. И он сам начнет закручиваться. Это очень классный вариант. Это очень хочется отобрать у Вики и самой начать, что я и сделаю. Вика, вам желаю всего доброго. Вика, пожелаю всем нашим. Да, спасибо вам большое за визит в мою мастерскую. Я всем желаю удачи и верить в себя, и действовать. Самое главное, действуйте, и все у вас получится. Верьте в себя. Супер. В общем, хапись сохраним обязательно. Мы только что были в мастерской у Вики. Это короб ниток. Обязательно подпишитесь на нее. Сейчас последний раз вам продублирую короб ниток. Вот сегодня в Историях у нас есть. Там клепкабельная ссылочка, чтобы можно было перейти на Вику и посмотреть ее аккаунт. Вот, приходите в мастерскую. Она вас тут очень ждет. Здесь очень уютно, красиво, вкусно пахнет. Даже угощают конфетами. Обещали в следующий раз кофе налить из оригинальной турки. Тоже хендмейт. Завтра приду, видимо, еще раз. Все, всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.